Кукурузный хлеб на ржаной закваске с пшеничной и кукурузной мукой. Попробуйте, выпечка и правда очень вкусная. Соблюдайте все стадии подготовки теста, время растойки и выпечки. Вместо дрожжевой закваски можно использовать закваску пшеничную. Первым делом освежите закваску, лучше это делать вечером. Отмерьте 10 граммов ржаной закваски 100%ной влажности и влейте 45 миллилитров теплой воды. Всыпьте 45 граммов пшеничной муки и перемешайте. Накройте закваску крышкой или затяните пищевой пленкой, в таком виде она останется при комнатной температуре до утра, то есть на 12 часов. Накройте закваску крышкой или затяните пищевой пленкой, в таком виде она останется при комнатной температуре до утра, то есть на 12 часов. Влейте в миску 290-300 миллилитров воды, добавьте капельку прессованных или сухих дрожжей и 10 граммов соли. Влейте всю закваску, приготовленную накануне. Просейте пшеничную и кукурузную муку в миску с тестом. Замесите тесто, вымешивать нужно на рабочей поверхности стола минут 15-20. Вымешанное тесто поместите в миску, накройте пленкой. С интервалом 30-45 минут тесту необходимо сделать обминку методом стрич-энд-фонд. Делаем обминку, как если бы делали евроконверт. Оттяните одну сторону теста и сложите внутрь. Затем оттяните другой край теста и сложите на первый. Затем оттяните другой край теста и сложите на первый. Проделайте данный процесс с другим концом теста. Выньте тесто из холодильника примерно через 10 часов. Выложите тесто на рабочий стол, припыленный мукой. Подтяните концы теста внутрь, формируя шар. Переверните тесто швом вниз и подкатайте в шар. Накройте пищевой пленкой и оставьте в таком виде на предварительную расстойку на 30 минут. Через 30 минут разверните тесто, слегка растянув его в стороны, образуя прямоугольник. Заверните одну половинку теста внутрь. Ребром ладони сделайте пробивку, чтобы тесто не развернулось. Натяните сверху другую половинку теста. Запечатайте плотно ладонью край теста. Сформуйте буханку хлеба. Подкатайте его, чтобы сгладить шов. Подкатайте его, чтобы сгладить шов. Уложите хлебную заготовку швом вверх. Заверните края теста наверх. С боков сделайте небольшие удерживающие валики из кухонных салфеток. В таком виде хлеб будет расстаиваться в течение одного часа. Хлеб через час необходимо переложить на противень. Перекладываем швом вниз, используя для этого тонкую кухонную доску. Сделайте надрезы на хлебе, я делаю это обычным лезвием. Отправьте хлеб в предварительно разогретую до максимальной температуры. У меня 250 градусов. Духовку, сбрызнув стенки водой, вниз можно поставить противень с водой. Выпекайте 10 минут при такой температуре, затем выпустите пар и продолжайте выпекание в течение 40-50 минут при температуре 180-200 градусов. Готовый хлеб переложите на решетку и дайте полностью остыть. Остывший хлеб можно нарезать и пробовать. Хлеб получился мелкопористым, с легким приятным кукурузным вкусом. Продолжение следует...